приветствую вас брать самогонщики помните я рассказывал как ставил брагу из груши вот это та самая брага здесь у меня было примерно 20 литров сока грушевого ведро воды и 4 килограмма сахара так ставил я бражную гравитсапу гравитсапа работала дрожжи у меня были сухие фруктовые турбо 2 змеи дабл снайки и все очень активно бродила и вот наверное уже прошло так дней пять как все брожение прекратилось и пора эту брагу перегонять на спирт сырец куб у меня 25 литровый а браги у меня 30 литров ну и вот здесь встает дилемма либо на два раза поделить допустим там по 12-13 литров либо сразу же под завязочку налить куб оставшиеся там 5 литров куда-то пристроить ну наверное я сделаю все таки следующим образом 25 литров залью 5 оставшиеся литра долью в брагу которая у меня еще стоит а у меня опять таки стоит брага на чистом виноградном соке вот оказалось что у меня не было медных пыжей рпн были только из нержавейки поехал в магазин купил один метр знаете захожу в магазин и спрашиваю продавца продавец такая молодая девушка игрю медный рпн к есть она меня спрашивает это такие пружинки или это такая сеточка вот сегодня читаю комментарии к моему видео где я как-то недавно снимал одного продавца который мне очень грамотно рассказывал что вторую дробную перегонку делают только люди которые из дуба рухнули и вот в этом комментарии значит комментарии пишет адвокат дьявола и этот адвокат дьявола мне пишет что ты не имел никакого юридического морального и вообще никакого права не снимать не рассказывать об этом продавцы об этом магазине видите какая интересная история значит некомпетентные продавцы имеют полное право вешать лапшу на уши новичкам лохотронить их по полной программе а о них оказывается ничего снимать и рассказывать нельзя ну вот хочу сказать этому адвокату дьявола что я ничего не нарушил я имею полное право снимать в общественном месте никого не спрашивая никакой коммерческой тайны я не нарушил никакой личной информации я не выложил никакой интимной тайны касающихся какого-то человека и третьих лиц я тоже в этом видео не рассказал так что таких некомпетентных продавцах у меня уже есть достаточное количество видео на моем втором канале самогончик онлайн смотрите их и если мне будут попадаться магазины с такими продавцами я буду снимать про них видео и буду выкладывать то есть пусть хозяева магазин магазина хорошенечко готовят продавцов продавец должен быть немножечко компетентен быть в теме и должен давать новичку не какие-то вредные советы а какие-то полезные советы и так медную рпн ку нужно подготовить к работе то есть точно также сейчас прокипячу ее с каким-то посудомоечным дело в том что я уверен что при ее производстве конечно же используется какая-то смазка и мне не хотелось бы чтобы эта смазка вот попала в мой спирт сырец и закрытый экран в кубе входит в топ 5 самых распространенных ошибок всех самогонщиков от новичков до самых бывалых так что прежде чем залить брагу или спирт сырец обязательно проверьте кран кран должен быть закрыт 92 и 4 эта температура вот здесь верхней точке царь и и как вы поняли процесс у меня уже пошел вот сюда собираю в банку всегда ставьте банку в какое-нибудь ведро это гарантия того что если вы даже немножечко про шляпите забудете про перегон то ваш спирт сырец точно никуда не убежит и так буду гнать до примерно 10 процентов струе ну я уже знаю что вот здесь при 10 процентов струе термометр будет показывать 98 градусов температура вверху царги 98 градусов и как я вам говорил что при 98 я наверно уже прекращу гнать но вот сейчас набирал в мерный цилиндр и мерил ориометром пока что спиртуозность идет 17 процентов то есть продолжаю отбирать дальше 98 и 6 десятых опять я набрал в цилиндр ну вот приблизительно тут с учетом коррекции идет 10 процентов струя запах кстати обалденный такой ну я не скажу что это прям вот грушей пахнет запах такой знаете ну какой-то фруктовый что-то такое вот яблочная грушевая постараюсь этот аромат по максимуму сохранить и поможет мне в этом конечно медная тарель что колонна от дом спирт которая у меня уже есть в наличии и вот знаете сейчас возникает проблема такого плана колонна трехдюймовая девятиэтажная выход у нее на 2 дюйма и вот видите здесь у меня вот царга просто приварена к вот этому переходнику к вот этому фланцу нужно будет наверное какой-то фланец с выходом на два потом сверху понадобится ну как минимум как минимум какая-то бражная колонна если даже с узлами отбора не заморачиваться дело в том что я вам говорил что на меня вышли одни производители со своим самогонным аппаратом под названием герой это было еще где-то в начале августа мы с ними о чем-то долго там переговаривались договаривались я им даже дал адрес куда все это послать но вот дальше переговоров ничего почему-то не пошло все застопорилась я конечно надеялся что у меня будет тот самогонный аппарат будет там куб с выходом на 2 дюйма будет и дефлегматор и узел отбора ну в общем все то есть можно будет колонну дом спирт использовать но как-то вот не срослось почему-то есть еще одна надежда еще один особо знаменитый производитель вышел на меня и может быть мы о чем-то с ним договоримся кто это я пока говорить не буду чтобы как говорится не спугнуть удачу но производитель реально особо известен все вы его очень хорошо знаете так ну вот на этом перегон в принципе закончен смотрите получилось так что все таки я поделил на две порции то есть ну наверное там было у меня в емкости больше 30 литров потому что я залил в куб вот так это порядка наверное где-то там 17 литров я так думаю и еще осталось половина бродильной емкости вот видите то есть сейчас солью борду и еще раз заряжу в общей сложности что у меня должно получиться так получилось у меня одна трех литровая банка и во второй еще два литра ну то есть если со второй порцию меня получится еще где-то примерно столько ну значит у меня будет порядка порядка девяти литров вот этого ароматного спирта сердца с таким фруктовым фруктовым ароматом ну а пока братья самогонщики на этом все как всегда не голов и не хвостов не было чтобы у нас сами я думаю в следующий раз мы с вами уже встретимся на второй дробной перегонки